здравствуйте ребята сегодня мы начинаем работу над таким огромным пластом информации который называется правда о витаминах и правда о минералах я очень часто слышу просьбы в комментариях о том что алексей подскажите какое количество витамина c или d или какое количество витамина к нам нужно употреблять все эти вещи мы будем проходить вот в этой серии которая называется правда о витаминах и минералах ребята знаете в чем самая большая проблема она заключается в том что 90 процентов всех биологически активных добавок на самом деле вообще ни хрена не делают по большей части все витамины которые продаются происходит из синтетических источников а синтетические источники происхождения витаминов сродни тому что мы будем пить витамин c например из известняка то есть по сути это мертвые окостенелые соединения которые под микроскопом на самом деле похожи на витамин c но организмом усваивается всего на два три процента вот эти тонкости все эти вещи я хочу детально пробрать в этом плейлисте который будет посвящен непосредственно витаминам минералам тому что пить в каком количестве пить самое важное стоит ли пить вообще и каким настоящим полноценным продуктом можно заменить синтетический аналог и даже если я буду советовать принимать какие-то витамины это будут только витамины которые происходят из натуральных источников ведь не все производители стараются продать нам какую-то непонятную хрень из неполноценных источников которые опять же повторяюсь ребят под микроскопом молекулярным соединением очень даже похожи на биологически активный то есть полезный живой источник тех или иных полезных добавок но по большей части это абсолютно мертвое соединение в природе в настоящих продуктах в полноценных источниках например кальция или магния или например в полноценном источнике витамина c всегда эти витамины минералы находятся в балансе и не существует природе таких продуктов которые содержат только один вид витамина или один вид минералов это всегда полноценный баланс это всегда полноценный ансамбль который дополняет друг друга тем или иным ингредиентом так вот какие источники если даже мы будем говорить о синтетических выбрать мы тоже обязательно будем проходить но ребята главная наша задача всегда будет есть и остается это поиск полезных витаминов минералов в общем всего что мы будем проходить из натуральных источников какие продукты нужно включить свой рацион если у вас нехватка например определенного витамина или какого-то элемента вот это будет моей главной задачей ребята обязательно обязательно пишите комментарии под этим видео например о каких витаминах вы бы хотели поговорить или каких витаминов не хватает вашем организме опять же мне всегда интересно по средствам каких умозаключений или посредством каких анализов человек делает вывод что у него не хватает например какого-то элемента или минерала все вопросы ребят которые вас будут интересовать относительно витаминов минералов пишите внизу и конечно наша главная задача всегда это Это здоровье и натуральные продукты. Ребята, вот здесь кликайте и смотрите предыдущее видео обязательно. Здесь обязательно нажимайте для того, чтобы подписаться на канал, если не подписаны. Всем огромное спасибо и до следующего выпуска. Пока!